Город Видное растет, и мест под новую застройку становится все меньше. Так появляются планы возвести новые дома во врагах в санитарно-защитных зонах, а порой и на окраине лесных массивов. Но такая ситуация отнюдь не радует жителей. Уже не единожды видновчане выходили на митинги, отстаивая тот или иной природный уголок и привлекая внимание региональных властей к проблеме. Сейчас за сохранение одного гектара табловского леса, который чудесным образом по бумагам стал кустарником, ведут борьбу горожане, живущие по соседству в садовом и коммерческом товариществе «Солнышко». Роза Кутушева – одна из переселенцев, попавших под снос при строительстве федеральной трассы М4 домов. Получив в качестве компенсации небольшой участок земли рядом с Таболова, она первая тут обустроилась. Это было в 1994 году. Сказали, что нас снабдят всем. И водой, и газом, и все, что нужно. Ничего нам не сделали. Изначально здесь планировалось строительство поселка Таболова с детским садом и школой, площадкой для культурно-массовых мероприятий и местом отдыха. Именно с таким расчетом осваивали территорию и выделяли участки. Но в 1996-м людей обязали создать садовое товарищество. «Когда люди сюда переехали, ну они, конечно, много чего недопонимали, может быть, в документах много чего не видели. А в соответствии с назначением можно и строить соответствующие дома какие». Поселок городского типа с развитой инфраструктурой так и не появился, остался только на бумаге. Мечты переселенцев о постоянном комфортном проживании в частных домах были обмануты. Грело душу только то обстоятельство, что садовые домики находятся рядом с лесной полосой, где можно в волю погулять, насладиться природой и отдохнуть. Но в 2013 году администрация выделила более одного гектара земли за границей товарищества под ведение садоводства. «Раньше, когда мы строились и нам не хватало земли, чтобы всем выдать, вот нам в качестве малютки, это был мост-лесопарк. Сейчас почему-то это стало не мост-лесопарком, а каким-то кустарником». Интересная ситуация у этих участков в истории. Эти участки, как нам говорили сначала, что их выделяли для малоимущих. Но среди этих пяти участков малоимущих нет. Здесь есть и бизнесмен, и риэлтор, Шумская. И давали людям, у кого уже есть частные дома, в черте города видно. Например, Екатерининская, у нее 25 суток земли в СНТ Стаблова. Как выяснили члены инициативной группы, в планах владельцев участков строительство трехэтажного сблокированного жилого дома, то есть таунхауса. А дорога к нему должна пройти по территории Солнышка. «Сейчас хотят у нас проходной двор сделать. Я, например, поперек дороги лягу. Если вот откроют эту дорогу, я лягу, и пусть машины едут по мне. Мне все равно умирать, какая разница. А вот такого бардака не дам». По прямой до городских высоток около 700 метров. Кроме того, что данный лес – санитарная и рекреационная зона, он представляет собой особую природоохранную ценность, являясь убежищем для нескольких видов животных, растений и насекомых, занесенных в Красную книгу Московской области. В надежде на помощь местные жители написали не одно письмо. В Министерство Московской области собрали более двух тысяч подписей за сохранение природы. Спасать лес надо сейчас, потом будет поздно. «До той поры, пока самозваные хозяева не огородили, претензии имеют на эту территорию, здесь проводились субботники. Убирался в 20-30-метровый от забора санитарную зону, были субботники организованы. Весь сухостой собирался, утилизировался. Ну а сейчас, как вы видите, вот такое состояние леса». Разбираться в том, как лесной уголок стал участком для ведения садоводства и кто в этом заинтересован, можно долго. Как говорится, чем дальше в лес, тем больше дров. Но в том-то вся и суть, что за это время реально лес может превратиться в дрова. «Ни одного дерева ещё не вырублено. Конечно, когда появится, тут все уже, как говорится, стоят на ушах, и сразу будет приниматься мир». Мы долго ждали комментариев из районной администрации, но до сих пор никто не внёс ясность в эту историю. Да, пока лесные массивы в районе есть. Надолго ли? Если так пойдёт дальше, то лет через 5-10 мы будем жить в джунглях каменных.